Так, и Белоруссия признала экстремистским вымышленные государства, это Вайшнория, я так понимаю, представляете, то есть вымышленные государства у них признали экстремистским. Помните, я проводил Путин всегда эти учения, да, и воевали с государством Вайшнория, вот помните, когда война последняя была с Вайшнорией, ещё и Вайшнория войск не развернула, а у путинцев уже 14 человек погибло, помните, одних с вертолёта убили, расстреляли, даже кадры есть, потом кто-то там взорвался, упал, ещё что-то там. Ну, в общем, 14 человек потеряли, а Вайшнория просто ещё даже ни одного военного не развернула там, потому что такого государства не существует. И тогда путинцы должны были уже пометить, что вот с Вайшнорией мы потеряли 14 человек, а с Украины 140 тысяч потеряем сразу. Но они не сделали выводы, потому что они идиоты, а нужно было, помните, мы тогда об этом говорили, что если у них потери без всякой войны, бешеные, то что будет на войне? Двух жителей Минска отправили в колонию за то, что они шли в сторону милиционера. Это 27 февраля во время антивоенного митинга. Александр Комар и Андрей Андреев впли в сторону силовика. Это и стало причиной задержания. Их отправили в колонию за то, что они шли в сторону милиционера. Представляете, какая прелесть уже? Минск и Москва разработали договор о перевозке ядерных материалов. Ну, посмотрим, что-то вокруг ядерной темы. Лукашенко очень пляшет серьезно, очень-очень скачет серьезно. Это интересно. Тенденция очень характерная для, ну, так скажем, определенных, для изменения отношений между Россией и Белоруссией. Причем серьезного изменения отношений. Я имею в виду в сторону объединения. В Белоруссии скратят количество партий. Это уж пора вообще все закрыть партии. Оставить одну партию любителей Лукашенко. Любителей целовать Лукашенко в жопу. Вот это вот прям. П-Л-Ц-Л-Ж. Вот как она будет называться. Интересно. Правительство Белоруссии запросило у России 7 миллиардов долларов для покрытия убытков от санкций и недопущения протестов. О как. То есть, знает, под что бросить. Лукашенко говорит, дай 7 миллиардов долларов. Протесты не допустим. Представляете, 7 миллиардов долларов. Просто охренеть не устать. Я понимаю, наглость Лукашенко безгранична. Путин от нее что-то требует. Он говорит, папа, дай денег. 7 миллиардов. У нас протестов не будет. Хохочешься. Я уже не представляю, какую сумму Лукашенко с начала войны с Украиной перекачал. Какую-то астрономическую. Я думаю, что он эти деньги не все на Беларусь тратит. Не обязательно он эти деньги там тарит для своего Коли. Я думаю, что у него кубышка для того, чтобы потом реализовывать свои планы. Когда наступит время. Планы, я говорю, Лукашенко совершенно очевидны. Это стать диктатором России. То есть, после Путина. Слава, каким образом Лукашенко может стать главой России. Это же бред, Юрий Казанцев. Всегда, когда я говорю, почему говорят, что бред. Вот представьте, Россия начала разваливаться. Она уже начала разваливаться. Там начался рок-н-ролл. Борьба за власть. Кто обладает силой, чтобы эту власть захватить? Ну, тот, у кого, наверное, есть армия, у кого есть деньги, у кого есть оружие и так далее. У Лукашенко все это есть и есть. Почему он не может? Кроме всего прочего, у него достаточно серьезный авторитет среди ватников. Огромный авторитет. Тот, кто пойдет от ватников, он либо будет пользоваться поддержкой Лукашенко, либо он будет поддерживать Лукашенко. Понимаете, да? Так что, какой же это бред? Ну, а как? Вот сейчас Россия будет разваливаться. Война приведет, ну и не только война, Путин приведет Россию к краху. Кто будет, так сказать, серьезными силами при разделе России? Китай, Турция, Украина. Ну и Лукашенко, если оставить в целом. У Луки есть армия против России, конечно, есть. Почему против России? Почему против-то России? Почему вы думаете, что он будет воевать с Россией? Он с цветами будет встречен. Он будет воевать. Зачем ему воевать-то? Люди, вы вообще... Ну, сейчас соберется вот эта путинская банда, Путин, допустим, сдох и скажет, вот у нас союзное государство, хотим, чтобы был Лукашенко и что? Ну, вот предположим, там все эти Патрушевы, Володины, там, я понимаю, что они никогда не договорятся. Лукашенко будет ставить на определенную только категорию, да? Но, чтобы облегчить вам задачу умственную, предположим, они все договорились. Что, Лукашенко не станет президентом России вот этого объединенного союза, что ли? Это у меня как два пальца вообще. Самый первый. И все ватники со свистом и с криком побежат и будут кричать, голосуем. Побегут и будут кричать. Я не понимаю, почему простые логические задачи вызывают у вас такие трудности. Вы абстрагируетесь от Лукашенко, от всяких херенков, вы воспринимаете как единицу. Ну, когда вы мыслите стратегически, надо воспринимать как единицу. Вот есть некий Лукашенко, не важно, Лукашенко, он Пипискин, Иванов, вообще не важно. Что у него есть у этого, Пипискин? Загибайте пальцы, что у него есть. Это активы его. Ну, возьмите всех и нарисуйте активы. У кого их будет больше, чем у Лукашенко? Ну, что вы пни? Это же элементарно. Вообще, я не понимаю. То есть, простые логические задачи вызывают такой напряг. Это бред. Да какой же это бред? Вячеслав, как вы считаете, что то, что сказал Лукашенко по поводу переоборудования Су-24, все готово. Что там сложно переоборудовать направляющие для ядерного оружия. Но чем отличается? Ракеты ядерные, ну, они там такие, типа Х-102, да. Ну, тяжелые они. Я не знаю, надо разбираться, какой самолет их поднимет. Но я так понимаю, что он не про 24-й, он про 27-й и говорил. В 27-й, да, Саша, серьезно, 5 тонн может тягать. Я не думаю, что это Х-102. Я не помню, сколько она весит. Ну, не 5 тонн, меньше точно. Чего боится Лукашенко сейчас? Ну, как чего боится Лукашенко сейчас? Всегда того, чего боялся всегда Лукашенко. Он боится сам себя обмануть. Да, он человек не сильно умный, да, но достаточно опытный. Поэтому, знаете, что самое страшное – это обмануть самого себя, сделать неправильный шаг. То есть, быть уверенным, что ты делаешь шаг выигрышный и пролететь. И поэтому, видите, сейчас Лукашенко активно пропускает ходы. То есть, ему нужно делать шаги, а он очень этого боится и поэтому медлит. Или вообще не делает никаких шагов. Или медлит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok